всем добрый день дорогие сестры сестры служения мы молитва я это видео обращаю именно вам и я анара грейс я президент организации голос молчащих войска в десайленд я мама четверых детей и служу в этом служении уже много лет в женском служении я служу 20 лет и 6 лет я служила в организации били грэма лозаннское движение с 2016 по 2022 год то есть два срока международном служении где мы посетили очень много 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 разных семинаров тренингов где нас обучали как говорится самые лучшие такие корифеи христианство да вот и я хочу поблагодарить вас за вашу верность за то что вы под руководством сестер которых бог призвал к служению остаетесь верными и выходите на молитву постоянно я часто лайкаю ваши посты и видео и я очень ценю то что вы делаете более всего мне нравится ваше единство то что между вами есть единство то что между вами есть такое взаимоуважение и так далее но это видно не это видно не очевидно нет ну простым взглядом вот и я хочу подчеркнуть что лично я ценю то что вы делаете и пусть это не звучит так что какая-то критика была с моей стороны именно по поводу молитвы я не успеваю заходить там с вами молиться виду своей загруженности во первых а во вторых потому что у меня есть свои группы где я молюсь и в третьих потому что я просто не призвана туда и физически не успеваем и не можем делать все абсолютно каждый как говорится на своем месте куда кого бог поставил вот но я бы хотела чтобы вы послушали две-три темы которые я запишу дальше я их делаю короткими чтобы было более комфортно слушать потому что люди сейчас не могут слушать длинные темы в том числе я очень много информации поэтому если вам не трудно пожалуйста послушайте темы именно то который объясняет тот пост который где-то может быть неделю назад я выставляла у себя на фейсбуке и он ну отозвал с большим откликом от слушателей я бы не хотела чтобы это ну как породила у кого-то мысль что что-то я имею против этого служения и так далее как я могу что-то иметь но важно осветить некоторые моменты пожалуйста послушайте пару тройку других видео касательно того что я буду говорить потому что это не какая-то идея феминизма или там взбрело в голову там это то что промолено изучено вложено очень много понимаете человек ценит то во что он себя много вкладывает это служение это тоже во что я себя очень много инвестировала и свое время и свои силы и свои финансы и перелеты и дорогие поездки вот когда я служила в лазанье мне ни один раз не оплачивали билет я сама оплачивала свои билеты и сама оплачивала свои отели потому что я живу на западе и я должна это делать сама вот и то есть это дорогостоящие книги и тренинги и когда я готовил какую-то конференцию к примеру и например какую-то область изучаешь да то есть мы от мое служение это целостное развитие женщины чтобы дух душа и тело развивалась гармонично и когда например что-то я готовила в плане эмоции там или гнева или что-то то какие-то моменты было сложно сопоставить и понять ну например мы изучали в университете психопатологию да и изучали психопатию и ну как бы светские психологи говорят вот так да психопаты не меняются психопаты не меняются если твой партнер или там сотрудник на работе психопат просто разрывай отношения уходи ну вроде бы оно и правильно физически физиологической точки зрения потому что там исследуется мозг но с духовной нет потому что любой человек меняется так говорит библия да и вот там я чуть-чуть помню застревала ну как как как-то вроде бы и правильно да там действительно у психопата у него лимбический лимбическая система в мозгу в мозге не реагирует на зло и он не чувствует причиняя боль другому он не чувствует и много лет я это копала исследовала а позже получила ответ что то есть на самом деле когда психопат его мозг просвечивает те области которые должны реагировать на зло они не реагируют они просто вот допустим у нормального человека он видит что-то неприятное у него в этой области появляется кислород загорается да вот это а у мозг поступает кислород а у психопата нет то есть они холодные такие у них нет эмпатии а а библия говорит об этом да что бог мира сего оси ослепил их умы дабы не воссиял свет но когда приходит христос да человек кается когда он освобождается я считаю что это демоническое потемнение да когда демона просто ну как обезболивает эту область и человек не чувствует боли другого то есть освобождение помогает ну даже просто проповедь евангелия когда человек понимает евангелие и принимает христа он освобождается ну и так далее поэтому сестры это все изучено очень глубоко и пожалуйста прослушайте другие темы и я как старица и по возрасту и по статусу благословляю ваше служение и как сказать очень ценю этой и я знаю что господь это очень ценит за вас за вашу верность и так далее за вашу преданность за ваше единство за вашу любовь к господу и это видно не вооруженным глазом и это не лезть и очень часто я писала сестры сестры дорогие пусть бог благословит вас потому что когда сестры молятся но о чем можно еще мечтать да там где сестры молятся там будет порядок и еще момент я очень уважаю светлану спивакова мы с ней не раз записывали эфиры я слушаю ее темы но несколько сестер есть я не буду называть их имена в этом нет нужды потому что я в том числе мы иногда обучали не совсем правильно молодых женщин и я позже поясню почему и когда я как когда ко мне приходит ко мне обращаются сестры с разных стран абсолютно с разных стран и когда они говорят о меня вот такая-то сестра научила вот так я немножко сжимаясь внутри понимаю что неправильно научена сестра и потому что я сама была неправильно научена и на моем youtube канале очень он уже больше восьми лет youtube канал и очень много видео где я сама лично учила так как учили сестры как учат сестры что главное прощать главное любить главное и я сама в своем браке считала так что когда муж приходит главное бегать перед ним все накрыть все подать а все что он говорит сделать и хотя внутри я чем-то там допустим не рада да недовольна или обижена но ничего игнорировать это главное чтобы он был доволен и видимый мир был семье вот так мы жили много лет но не совсем это правильно и я позже поясню почему поэтому сестры дорогие вам благословение делаю стараюсь делать этот эфир коротким послушайте пожалуйста на моем канале другие видео всего доброго